И сегодня мы призываем Тебя, Боже, касайся наших сердец, открывайся нам по-новому, открывай нам Слово Твое, Господь, показывай нам глубины Слова Твоего, глубины откровения Твоего, показывай нам, Господь, чтобы нам понять, что Ты хотел до нас донести, когда дал нам Своё Слово, когда дал нам Ветхий Завет, когда дал нам Евангелие, когда дал нам Новый Завет. И Твоё Слово говорит, что для любящих Тебя Ты открываешь Свой Завет. И мы, Господь, стремимся к Тебе своим сердцем, мы любим Тебя, и мы жаждем откровений Твоих, мы жаждем, чтобы Ты открывал нам Свой Завет. И мы верим, что Ты вкладываешь в наши сердца те слова, которые являются глаголами вечной жизни. Господь, прославляем Тебя. Давайте воздадим славу нашему Господу. Аллилуйя! Аллилуйя! И я приветствую вас на курсах по изучению Библии, которые называются Соло Скриптура. И мы на этих курсах, напоминаю, изучаем с вами Священное Писание. И у меня сегодня второе занятие по теме Кровный Завет. Кто из вас был на первом занятии здесь, в четверг? Ну, большинство было, слава Господу. И вы помните, что Завет в Библии всегда связан был с пролитием крови. И Завет означает договор между двумя сторонами. И в частности, мы с вами изучали Завет между Богом и человеком. Это договор, скрепленный пролитием крови. И мы знаем, что был Ветхий Завет, и были установления правила Ветхого Завета. И сейчас мы живем во время Нового Завета, который утвержден на лучших обетованиях. И мы посмотрим с вами, что это за лучшее обетование сегодня и превосходство Нового Завета. И посмотрим это на примере служения первосвященника. Когда мы читаем Евангелие, то мы видим, что первосвященник в Евангелии фигура не очень приятная. Правда ведь? Потому что они все время что-то строили козни для зарождающейся церкви. Ну, для учеников Иисуса Христа, для самого Иисуса Христа. И вы знаете то, что в конце именно первосвященники являлись теми людьми, которые судили Иисуса. И желали, чтобы Его приговорили к смерти. Но на самом деле само служение первосвященника в Ветхом Завете утвердил Господь. Мы не будем с вами читать, потому что у нас не так много времени, чтобы все местописания читать. Ну, если захотите, исход 38 глава, и там описано, как должен выглядеть первосвященник и чем он должен заниматься. И вот фигура первосвященника в Ветхом Завете была одной самой основной фигурой служения Ветхого Завета. Самая основная фигура. И мы сегодня увидим, в чем важность служения первосвященника. И какое значение вот это служение первосвященника имеет для нас сегодня. Сегодня мы живем в Новом Завете. И сегодня священники, ну протестантских во всяком случае церквей, ничем особенно не отличаются от всех остальных. Так или нет? То есть я не выхожу здесь в таком облачении, в наряде. Даже мне сколько раз предлагали колорадку. Знаете, что такое колорадка? Это такая пастерская рубашка. Вот с таким вот белым воротничком, не воротничком, а вставочкой такой. Чтобы хоть как-то показать, я не просто прихожанин, я священник. И я думал, нет, это в Новом Завете не должен отличаться. У каждого свое служение, но все мы, Библия говорит, царственное священство во Христе Иисусе. И казалось бы, какое дело нам до первосвященника Ветхого Завета? Но я вам скажу, что Бог в своей мудрости, Он же является нашим учителем, не так ли? Он нас учит. И Он использует самые разнообразные способы, чтобы до нас донести много глубоких истин. И для этого Он использует зачастую наглядные пособия. Вы использовали когда-нибудь наглядные пособия в школе, когда учились? А если кто-то преподает где-нибудь, ну-ка, вот, преподаете. Используйте наглядные пособия в школе обязательно. Потому что лучше доходит до учеников, чем одно дело на словах сказать, а другое дело дать потрогать, понюхать, попробовать. И совсем по-другому человек запоминает. Я вам скажу, именно так Господь нас учит. Ветхий Завет — это вот как раз во многом, вот во всем служении Ветхого Завета, это прообраз Нового Завета. И это как учебное пособие, которое открывает нам на самом деле духовные истины. И вот служение первосвященника и сам вид первосвященника — это наглядное пособие. И вот сразу забегая вперед, скажу, что первосвященник Ветхого Завета представляет нам лучшего священника. Это Иисус Христос. Может быть, никто из вас не думал в этом ключе об Иисусе, что Он священник. Но сегодня мы с вами это увидим, откроем. Итак, в Ветхом Завете Бог поручил установить институт священства, чтобы были священники, которые служили бы Ему в Скинии, потом в храме. И священников посвящали на служение в возрасте 30 лет. Было специальное омовение, корпление. И в возрасте 30 лет из рода Аарона, сыновья Аарона, становились священниками, потомки Аарона. И из них периодически выбирались первосвященники, то есть самый главный священник. И когда их посвящали, то есть были ритуалы очищения, потому что эти люди посвящались на служение Господу, и они вступали в служение. И их служение заключалось в том, что они были посредниками. Они являлись посредниками между Богом и людьми. Их служение было, служение посредников. Когда они служили в храме, они представляли Богу весь народ. Когда они выходили из храма и молились за народ, они представляли Бога всему народу. И вот это служение посредников. И первосвященник отличался не только своим положением, высоким саном, но отличался он также необычной одеждой. И у нас здесь есть модель. Модель. Прошу. На сцену. Конечно, это не самооблачение первосвященника, это театральный реквизит, прямо признаюсь. Но как и Господь использует наглядное пособие, так и мы с вами будем сегодня использовать наглядное пособие. Тебе ничего делать не надо, просто пока стои здесь. Итак, наряд первосвященника состоял из семи частей. Я вам сразу скажу, тут некоторых частей не достает в этом наряде. Но это не важно. Покажите вторую картинку. Мы будем смотреть на картинку и будем смотреть на нашего брата дорогого. Итак, вот эти одежды, они назывались священными одеждами. Изготавливались из тонкого льняного полотна, расшитого золотыми, пурпурными и алыми нитями. И вот все вот семь частей одежды, тут, я еще раз скажу, не хватает некоторых, создавали полную картину первосвященника, а на самом деле того, кто больше, чем первосвященник, того, кто больше, чем Аарон. Я еще раз скажу, не будем исход открывать, просто начнем перечислять. Первое. Семь частей одежды. Первое. Ну, мы так бегло. Нижнее платье так назовем. Нижнее платье. Ну, сразу скажу, что было сказано это всем священникам, чтобы срам твой не открывался, когда ты входишь к жертвеннику, надевай, ну, грубо говоря, набедренную повязку, чтобы все было прилично. Вот. Для этого было нижнее платье. А изготавливалось из белого льна. Второе. Здесь нету, там есть на картинке, смотрите, льняной хитон. Хитон. Хитон – это длинная рубаха до пят с рукавами. Вот на картинке она изображена. У тебя нету льняного хитона, но кое-что другое есть. Вот видите, на картинке белое, то, что торчит снизу и рукава, вот это льняной хитон. На самом деле, вот этот хитон – это была одежда всех священников. Все священники носили эти льняные хитоны. И белый цвет этого хитона означал, что священник праведен перед Богом, потому что белый цвет – это цвет праведности. И так, таким образом, священники все, не только первосвященник, были облачены в праведность. И Библия много раз говорит, дам тебе одежды праведности. Возьму багряные твои одежды, дам тебе белые одежды. И так далее, и так далее. Итак, символически праведность – это одежда священников, и в том числе первосвященника. И вот третье у нас уже есть на нашей модели – голубой падир. Голубой падир. Вот это вот синее платье, которое надето на нашем брате. Как тебя зовут? Дима. Вот на Диме надето синее платье. На самом деле, это не платье, это мужская одежда. Это голубая риза или падир. И вот этим он уже отличался от обычного священника. Обычный священник такую одежду уже не носил. Она была чуть короче, как вы видите на картинке белого хитона. Хитон торчал оттуда. И внизу к ризе крепились колокольчики, которые чередовались с вышитыми плодами граната. И гранаты были разного цвета. Но здесь тоже нет. Я еще расскажу. Это театральная одежда. Тут схематически просто у нас первосвященник. А там, на самом деле, каждая деталь в одежде первосвященника, она была важна, потому что она что-то символизировала. И вот плоды граната чередовались с колокольчиками, как вы видите на картинке. В самом низу, видите, там типа бахромы. На самом деле, это вышиты гранаты. И между ними колокольчики. И гранаты эти были голубого, пурпурного и алого цвета. Почему такие цвета? Не случайно. Голубой цвет – это символ небес. Золото – тут много золота. Это символ божественного. Пурпурный цвет – символ царственный. И алый цвет, угадайте, что? Кровь. Алый цвет, красный цвет – в Библии всегда символизирует жертвенную кровь. И вот я вот здесь нарисую. Значит, голубой. Золотой. Пурпурный. Алый. Итак, небеса, божественность, царственность, жертвенная кровь. И вот эти цвета указывают нам на то время, когда с неба сойдет Господь, который является царем Израиля и ценой своей жертвенной крови совершит искупление. Я еще раз говорю, все это – наглядное пособие. Бог нам через вот этого первосвященника что-то хочет сказать, что-то хочет открыть. И вот эти цвета, которые использовались в одежде, не только там яблоки были вышиты, сейчас мы еще прочитаем дальше. Эти цвета указывали нам, рассказывают нам историю. И вот, когда первосвященник ходил в храме или в Скинии, у него тут были колокольчики, и он, когда совершал служение за завесой, святом святых, которое является местом непосредственного присутствия Господа, эти колокольчики звенели и говорили о том, что первосвященник жив и совершает свое служение. Почему нужно было знать, что он жив? Потому что в присутствии Господа ничто нечистое жить не может. Святость Божья уничтожает физически всякий грех. И поэтому, прежде чем первосвященнику войти во святое святых, ему приходилось многократно приносить различные жертвы, окроплять себя кровью этих жертвенных животных, которые символически брали на себя его грех. Потом грехи народа, то же самое. И потом с жертвенной кровью он входил туда во святое святых. Об этом еще поговорим. И вот, когда он там ходил, колокольчики звенят, значит, жив. Помните, был случай, когда вместо положенного, чтобы левиты несли ковчег, который символизирует присутствие Господа, на плечах, погрузили на телегу, повезли с одного места в другое, телега покосилась, накренилась. Добрый человек, видя, что ковчег может упасть в грязь, решил поправить его. И тут же умер. И когда я читал это, думаю, какая несправедливость. За что? Доброе дело хотел человек сделать. А тут дело не в добром деле, не в его намерениях, а в том, что он, не имея достаточной подготовки, так скажем, как который имел первосвященник, прикоснулся к присутствию Божьему. И вот некоторые считают Бога злым, который сжигает грешников в аду. На самом деле, грешников в аду сжигает грех их. Потому что в присутствии Божьем не может стоять ничего нечистое. И Бог как раз и придумал вот все вот это для того, чтобы нас, нечистых и не имеющих возможности прийти в его присутствие, каким-то образом спасти и привести к себе. И вот первосвященник, он первый в то время входил в непосредственное присутствие Божие. И вот для этого ему нужны были вот эти одежды. И там он в присутствии Божьем ходатайствовал за народ. Следующая часть одежды это ифот. Вот это ифот, это вот эта золотистая рубашка, которая одевается поверх голубой ризы. На картинке вы тоже видите ее. То есть она ткалась из специальных золотых нитей. И также на ней использовались нити голубого, золотого, пурпурного и алого цветов в изготовлении вот этой одежды. видите, на картинке она не однотонная такая золотая, а вот такая пестренькая, потому что те же самые цвета использовались. И вы уже знаете, на кого они указывают. Вот этот ифот, он состоял из двух частей и скреплялся золотыми цепочками на плечах. То есть была передняя часть ифота, задняя часть, и здесь он скреплялся золотыми цепочками, и в оправе тут было два камня оникса на одном плече и на втором плече. Вот на картинке они видны, и на этих камнях были выгравированы, выгравированы, я скороговорки специально учил, чтобы такие слова можно было выговорить, выгравированы имена шести колен Израилевых на одном плече и других шести колен Израилевых на другом плече. То есть таким образом первосвященник, он как бы на плечах нес израильский народ присутствие Божие. Пятое. Пояс. Пояс указывал на то, что первосвященник слуга Господа и Божьего народа. И он изготовлялся точно так же, как и сам Ефот. Из золотых, голубых, пурпурных алых нитей. Итак, это напоминание о том, что он слуга, не царь, а слуга. Итак, и шестое. Наперсник. Тоже важная деталь. Наперсник. Прикреплялся на Кефоду, изготавливался так же, как и Фот и пояс. На самом деле, наперсник это вот эта вот золотая табличка. Похоже, может быть, на телевизор, на экран. И вот на этом, наперснике точно так же были двенадцать камней, на каждом из которых было написано одно из имен колен Израилевых. Таким образом, он, первосвященник, нес в сердце Божий народ, Божье присутствие. И вот когда он ходатайствовал за людей, его святом святых, он входил в присутствие Божьем. Но это не он входил, то есть не только он входил. Вместе с ним, благодаря вот этим символам, в присутствие Божье входил весь Божий народ. Он нес на плечах его, нес в сердце. Плечи, то, что он нес на плечах, означает его силу, а то, что он нес на груди, вот эти вот камни, означает любовь. Любовь и сила. И это все принадлежит нашему Господу. У тебя есть головной убор? Седьмой. В театральном реквизите не оказалось для первосвященника, но у нас есть запасной вариант. Головной убор, который называется кидар. Кидар. тоже важная часть, последний элемент одежды. На самом деле он на картинке выглядит как тюрбан, наверное, но тюрбана у нас не оказалось, зато оказалась такая вот шапочка. И на лбу кидара была золотая табличка. Видите на картинке? И на золотой табличке было написано Святыня Господня. означало, что первосвященник, он полностью посвящен служению Господу. Полностью. Вот слышали в Библии такое выражение «осветите мне» или «священники будут народом святым». И некоторые путают святость с праведностью, то есть поступки как бы. То есть святой поступает хорошо. На самом деле святой означает отделенный для Господа, посвященный Господу. Те сосуды, которые были в храме и в скине, они были святыми сосудами. То есть из них нельзя было есть кашу дома, потому что они святые. Они нужны были для того, чтобы у них было вино или жертвенная кровь, или еще как-то использовались они. Но только лишь для служения Господу. И первосвященник такая же история. Святыня Господня. Он служит только для Господа, посвящен полностью. И вот самый главный день для первосвященника и для всего Божьего народа это был День Искупления. Или он еще назывался Йом-Кипур. Также его называли День Всепрощения. И вот в этот самый важный день израильский народ получал прощение грехов. Все грехов, которые он совершил за год. В этот день он получал прощение. И все готовились к этому. Все ждали, потому что они понимали Господь свят. И чтобы ходить в его присутствие необходимо им прощение. Потому что каждый согрешает. Каждый делает что-то не то. И они шли, переносили в жертву животных. Первосвященник готовился для того, чтобы в этот день только один раз в год войти во Святое Святых. Если вы не знаете, нарисую схему скиньи храма, ну так, схематически. Вот тут вход у нас. И вот скиньи или храм, у них одинаковое устройство было, разделялось внутри завесой. Вот это место называлось Святое, а это Святое Святых. И вот здесь ежегодно, каждодневно совершалось служение. Тут были предметы различные, которые мы сейчас не будем объяснять. И вот здесь священники служили в течение всего года. А вот здесь внутри был ковчег завета, и над ним была сияющая слава Господа. И туда никто не мог зайти, кроме как один раз в год, вот в этот день все прощения, туда заходил первый священник, облаченный по всем правилам, с кадильницей в руках и с кровью жертвенных животных. Он заходил туда, и вот там был ковчег, над которым было сияние славы Божьей. И он кропил на этот ковчег жертвенной кровью, и просил у Бога прощения для всего народа. Это день искупления. И когда вот это место, ковчег, крышка ковчега называлась местом милости или престолом благодати. Почему? Потому что когда первосвященник кропил жертвенной кровью на ковчег, вот на эту крышку ковчега, тогда Бог давал прощение. Он видел, что вместо людей умерло жертвенное животное. И на этот год они получали прощение. И вот если первосвященник все правильно делал, то он исполнял свое служение. Наверное, можно тебя отпустить. Спасибо большое, Дима. Давайте поблагодарим. Непростую роль первосвященника он нам исполнил. И вот посмотрите, Писание нам говорит, что служение Ветхого Завета было несовершенным, потому что ежегодно надо было совершать множество жертвоприношений и получать прощение всего лишь на год. И повторюсь, это служение было символическим, которое показывало на истинное искупление грехов. То искупление, которое совершил Иисус в Новом Завете. И вот в Новом Завете нашим первосвященником стал Иисус Христос. Писание нам говорит, что Иисус первосвященник. Давайте мы посмотрим Откровение, книгу Откровения первую главу. Откровение получал Иоанн апостол на острове Патмос. И начиналось это с того, что ему явился Иисус, который дал ему это откровение. 12 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по пертям опоясанного золотым поясом. Голова и волосы его белы, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный, ноги его подобно Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». И вот Иоанн до этого Иисуса видел много раз. Общался с ним. Знаете, что он был его любимым учеником, лежал у него на груди. Настолько он был близок к Иисусу, что даже Петр говорил, «Иоанн, спроси там у Иисуса». Помните, да? То есть Иоанн был любимым учеником Иисуса. Он знал его очень хорошо. Но никогда он его не видел в таком образе. Он увидел Иисуса не как вот раввина, учителя, которого он хорошо знал. Он вдруг увидел его как первого священника, облеченного могуществом, величием, властью. И вы помните, что дальше там написано 17 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся». Иоанн, когда увидел его в таком образе, он был просто очень ошарашен, очень впечатлен. он увидел Иисуса как первого священника. И вот что для нас означает Иисус первого священника? Бог нам показал на образе первого священника Ветхого Завета, кем Иисус является для нас. Итак, пройдемся по нашим одеждам. Белые одежды, Иисус облечен в одежду праведности. Он праведный первосвященник. В возрасте 30 лет, как все священники, он вступает в свое служение. И что первое, что он делает, вступая в служение? Он идет к Иоанну Крестителю и совершает ритуальное омовение, как все священники. Отличие в том, что Иисус не из рода Аарона, потому что сменяется завет. Был Ветхий завет, и там священники по роду Аарона. А тут по чину Мелхиседека, ну не будем в это вдаваться, это другой род, это смена завета, это смена служения, это поднятие служения Богу на новый уровень. Иисус это делает. Не в храм идет, не к первосвященникам Ветхого завета, он начинает новое служение, служение Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель говорит, тебе ли креститься у меня, я должен у тебя креститься. Тот говорит, так мы все сделаем правильно. Так он ответил, так нам надлежит исполнить всякую правду. Я должен совершить это омовение, чтобы сделать все правильно. В 30 лет Иисус вступает в свое служение, служение священника, служение первого священника. И мы знаем, что Он дает Евангелие, учит свой народ, и когда приходит время, наступает день искупления. Тот самый день, Пасха, когда Иисус добровольно отдал себя в руки язычников, ну и первосвященников, язычников. И Он это сделал осознанно, специально. Он сказал, знаете, я мог бы избежать этого, я мог бы попросить отца, он бы мне 12 легионов ангелов послал и избавил бы меня от этой смерти, но я иду добровольно туда, потому что должна была быть принесена жертва, кровь жертвы должна была пролиться для того, чтобы Он мог войти в присутствие Господа и принести искупление всем людям как первосвященник. И искупление это не на один год, не разовое искупление, а вечное искупление. И вот Иисус, Он Сам как жертва восходит на жертвенник и потом с этой кровью после Своего воскресения Он восходит на небо и там являет Его Господу. Вы знаете, важно в служении первосвященника было то, что когда Он в день искупления должен был войти во святой святых, никто не должен был к Нему прикасаться, потому что Он же подготовился, Он же окропил себя кровью, Он же омылся многократно, Он готов к тому, чтобы послужить и остаться в живых. Он святой, освященный. И вот никто к Нему не мог прикасаться. И посмотрите, когда Иисус воскрес из мертвых, Иоанна 20 глава, Иоанна 20 глава, 17 стих, Он явился сначала женщинам, Марии и другой Марии. Иоанна 20, 17 стих, Иисус говорит ей, не прикасайся ко Мне, Ибо Я еще не взошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. И вот Он воскрес, жертва принесена, но еще предстояло войти вот сюда, за завесу, для того, чтобы представить кровь жертвенного Агнца, то есть его самого, перед Господом, показать, что грех людей искуплен, показать, что есть заместительная жертва, то есть за грех должен кто-то умереть, либо ты сам умираешь за грех, либо жертвенное животное умирает за грех, в данном случае не животное, а Агнец Божий, и тогда он умирает, он воскресает, а ты живешь, и вот как раз вот эта жертва принесена, то есть либо ты сам платишь за грех, наказание за грех, смерть, либо кровь жертвенного животного за тебя принесена, и тогда ты живешь. И вот Иисус стал этим Агнецом Божиим и со своей кровью, с кровью своей жертвы, как первосвященник, он является перед Богом, перед вот этим престолом милости. И вот картинка, снова можно вернуть ее? Картинка как раз нам показывает, можно так сказать, вот это служение первосвященника. Он приносит кровь перед престолом милости, где обретает вечное искупление и вечное спасение для всех людей. Евреям 9 глава. Евреям 9 глава. Здесь 24 стих. А давайте вот прочитаем чуть раньше. 22 стиха. Все почти по закону очищается кровью. и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться симми. То есть то, что было в ветхозаветном служении, это были образы, это были символы, символы настоящего небесного служения. И они очищались теми жертвоприношениями животных. Итак, образы должны были очищаться симми, самое же небесное, лучше сих жертвами, то есть жертвы Иисуса Христа. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, не в храм, не в Скинию вошел, а куда? По образу истинного устроенная, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицом Божьим. Посмотрите, первый священник представлял народ Божий, нес его в сердце, нес его на плечах и входил во святой святых раз в году. И то же самое сделал Иисус. Но вошел туда он, не для того, чтобы потом опять выйти назад, а вошел туда, чтобы там и остаться. На небе. И что он там делает? Нас представляет. Почему сказано, во Христе Иисусе мы с вами посажены одесной Отца на небесах. Он там представляет нас. На небе. Вот эти вот камни, там наши имена написаны. Когда Иисус умер на кресте, завеса в храме разорвалась. Зачем была завеса? Она показывала, что святой Бог отделен от людей из-за их грехов. Но когда Иисус приобрел искупление, не нужна уже завеса. И храм уже не нужен. Поэтому он потом был разрушен и до сих пор не построен. Потому что это все образы. Когда наступило, настоящее. Образы не нужны. Сегодня многие представители иудейской религии мечтают о восстановлении храма. Но это будет просто театр, спектакль. Потому что реального служения уже нет в этом храме. Иисус сказал, оставляется дом ваш пуст. Там нету больше присутствия Божьего. Но зато есть небеса и туда открыт нам доступ. Он разорвал завесу, дал нам доступ. Евреям 10 глава. Прочитаем с вами. На самом деле в Библии все про это сказано. Итак, братья, имеем дерзновение входить во святилище. То есть мы входим туда вместе с ним посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу. То есть плод свой и имея великого священника над Домом Божиим да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповеданию, упованию неуклонно, ибо верен обещавший. И вот здесь апостол говорит, что если Господь Иисус вошел туда в самое небо, тем самым Он открыл и нам путь туда. А если Он нам путь этот открыл, тогда мы можем иметь всю смелость и все дерзновение приходить туда. Дело в том, что этот путь открыт не благодаря нашим заслугам, не благодаря тому, что мы делаем какие-то хорошие вещи. Или наоборот, кто-то считает себя недостойным, я делаю плохие вещи, я не могу входить во святое присутствие Божие. Дело не в наших поступках, а дело в том, что Иисус вошел туда. И апостол говорит, имейте теперь смелость входить туда. Конечно, необходимо покаяние, очистить надо совесть, а мы тело водой чистым, очистить надо себя покаянием. И Дух Святой помогает нам в этом, Он обличает нас. И когда мы иногда слышим проповедь или читаем Писание или просто размышляем, если что-то неправильно в нашей жизни, Он покажет нам это. Но не для того, чтобы нас унизить, не для того, чтобы нас оттолкнуть, не для того, чтобы показать на то, что мы недостойны. Нет, Он показывает это, чтобы мы пришли к Нему, покаялись и приняли очищающую кровь Иисуса Христа и пришли к Нему. Обличение Господа служит нам не для осуждения, а для очищения, для спасения. Господь наш не жестокий и не злой. Он очень добр. Он задумал, Он знал, что человек упадет, и Он задумал спасение для каждого из нас. Спасение через Иисуса Христа. И следующее место, прежде чем следующее место прочитаем, еще скажу, то, что Иисус произвел с нами тот обмен, который был всегда в заключении завета. Обмен одеждами. Помните, мы с вами об этом говорили? И Он взял наши одежды, надел на себя. А какие наши одежды? Как багряная, Библия говорит. Будут одежды ваши как багряная, как снег убелю. Он взял на себя наши багряные одежды. Наша одежда означает нашу личность неправедную, греховную. Надел на себя. Взял грехи всего мира на себя. Был распят. Уничтожен как преступник. То есть это наше наказание. Наказание нашего греха было на нем. И Он принял это на себя. И взамен нам дал одежды праведности. Это подарок, это дар. То есть Он говорит, давай я забираю одежду и тебе даю чистую одежду. Ты скажешь, ну я опять замарался, Господи. Но всегда актуален крест Иисуса Христа. Никогда Он не теряет своей значимости. никогда не теряет свои силы. Мне очень помогают всегда слова сказанные. Если исповедуем грехи наши, то Он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Семь раз упадет праведник, семь раз должен покаяться и Господь снова поднимет его. Никогда не позволяй депрессии, самоосуждению увести тебя от креста Господа нашего. Не позволяй. Диавол желает обмануть каждого из нас. И бывает, что люди даже давно уже в церкви, но что-то происходит в их жизни и возникает обида какая-то, либо осуждение, либо самоосуждение. И Он говорит, Господь меня уже не может принять. Бывает такое, человек все знает, но что-то давит на его сердце. Но Иисус говорит, приходи ко мне, если ты труждаешься, если ты обременен, если тебе тяжело, если тебе не хочется никого видеть, если тебе хочется от всех бежать, приходи ко мне, у меня есть все, что тебе нужно. Отдай мне свою тяжесть, а я дам тебе свою радость. Господь открыл нам вот этот путь, и Он открыт независимо от того, какие у нас были поступки в прошлом, какие сейчас. Он открыт, потому что Иисус несет наши имена. Наши имена там. Вы читали, что наши имена написаны на небесах. Твое имя там, на небе. Бог знает тебя по имени. Ты говоришь, я тут страдаю бедно и несчастно. Престол благодати, знаешь, для чего? Для того, чтобы тебе дать благодать. Апостол Павел говорит, имейте смелость, что бы ни случилось, имейте смелость приходить к престолу благодати. Путь открыт. Раньше были посредники, теперь посредники не нужны, потому что у нас Иисус стал нашим посредником и нашим ходатаем. Евреям, девятая глава. Евреям, девятая глава. Послание к евреям отличается именно тем, если вы заметили, что оно берет вот эти символы Ветхого Завета и показывает нам их современное значение, расшифровывает. Именно поэтому, благодаря этому посланию к евреям, мы можем понимать, зачем это все Бог затеял там в Ветхом Завете, зачем эти ризы, зачем эти скини, эти предметы там, а затем, чтобы нас сегодня, нынешних, научить, что Господь нам открыл и что нам Он дал. Евреям, девятая глава, пятнадцатый стих. Поэтому Он есть ходатай Нового Завета. Ходатай Нового Завета. Первый священник это был ходатай Ветхого Завета. Правильно? Он заходил туда для чего? Ходатайствовал о прощении. Это был ходатай Ветхого Завета. А Иисус ходатай Нового Завета. Нового Завета. Дабы вследствие смерти Его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. То есть благодаря Его смерти мы получаем обетованное. Итак, мы получаем прощение благодаря Его ходатайству. И самое прекрасное, что Он перед престолом благодати всегда, перед престолом нашего Господа всегда. И когда Господь смотрит на тебя, знаешь, как Он смотрит? Через Иисуса Христа. Он смотрит на Иисуса. Твое имя написано. Твое имя где? На небесах. И поэтому ты приходишь через Иисуса к Богу. Он говорит, имя на Иисусе написано? Написано. Хорошо, сын мой, дочь моя, слушаю тебя. Никаких препятствий. Иисус все препятствия устранил. Мы всегда можем быть прощены. Итак, Он ходатай. Знаете, что такое ходатай? Это человек, который просит за другого. Правильно? Бывает, ты знаком с заместителем начальника, а с начальником не очень близко. Привык слушать от него распоряжения. И ты говоришь заместителю, друг мой, сходи к начальнику, походатайствуй, чтобы он меня в отпуск отпустил пораньше. Тот хорошо, не беспокойся, я поговорю о тебе. Или там, чтобы зарплату мне поднял. И тот идет, знаешь, тут Петя Васечкин хочет в отпуск, ты его отпусти, он хороший работник. Тот говорит, да, знаешь его, ну хорошо, отпускай. И он походатайствовал, то есть попросил за другого. И вот Иисус наш ходатай. Мы не могли к Богу прийти сами. Он пришел вместо нас, говорит, Господь, кровь за грех пролита, прощение им принадлежит. Отец говорит, да, я вижу, вижу жертвенную кровь, прощение им принадлежит. Иисус говорит, я стал жертвой. Возможно, такого диалога нет, я суть объясняю. Я стал жертвой за грех. Они могут прийти к тебе. Да, говорит Бог, они мои дети, я всегда готов принять. Скажи только им, чтобы они смело это делали, не боялись ничего, не страшились ничего, потому что путь открыт. Я теперь их отец навсегда, и ничего этого не изменит. Итак, Иисус наш ходатай. 1 Тимофею 2 глава. 1 Тимофею 2 глава. 5 стих. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Итак, Он наш ходатай, и Он наш посредник. Посредник близко понятие с ходатайем, посредник, который для одной стороны представляет одну, а для другой другого. Ну, вот, сейчас это все уберем. Помните, мы с вами говорили о том, что первый священник является посредником? Да? Для Бога Он представляет людей, а для людей Он представляет Бога. И вот таким посредником стал для нас Иисус. Причем единственным посредником. Иисус представляет Богу нас, а нам Он представил Бога. Помните, Фома говорит, покажи нам Отца и довольны с нас. Иисус говорит, а столько лет с вами, столько времени с вами, и ты не знаешь Меня? Он представил нам Бога, Он показал нам характер Бога, Он дал нам Слово Божие, Он рассказал нам об Отце, Он явил нам Отца. И глядя на Иисуса, читая Его слова, мы видим Бога, мы видим Отца. Он принес Божественного в нашу жизнь. И взойдя на небо, Он представил Бога, перед Богом представил нас. Итак, вот это и есть завет. Мы вступили в завет с Богом через посредника. И посмотрите, что было в Ветхом завете. Ветхий завет. Вот это символически будет у нас завеса. Знаете, почему завеса? Потому что грех отделяет Бога, напишем просто Бог и человека. И никакие человеческие усилия не позволяли ему к Богу приблизиться. И поэтому Бог сам через служение первосвященников создал некий контакт с человеком. То есть человек не мог прийти присутствие Божие. Лишь первосвященник представлял, но все равно завеса оставалась. То есть разделение Бога и людей оставалось. Из-за грехов, еще раз объясню. Не потому что Бог ненавидел людей, потому что грех он не может терпеть. Он святой, он не может, он в сиянии славы. А тут грех, который ведет человека к смерти. И это несовместимо, свет и тьма. И Бог все сделал для того, чтобы человека привести во свет. И это показывает, насколько он добр. И посмотрите, снова, новый завет, который заключил с нами Господь. Бог и человек. И появляется Иисус Христос. Кто он? Господь с неба. Это божественная территория. Вы видите? то есть он представляет нам Бога. Но он же не только Христос, он же и Иисус, а Сын Марии. Он человек. И он себе объединяет и божественную, и человеческую природу. И теперь в Иисусе Христе, человек в Иисусе Христе, который принимает Иисуса, он имеет непосредственное общение с Богом. Через посредника, то есть без всякой стены. Стена уничтожена, проклятие уничтожено, грех уничтожен, препятствий нет. Человек святой, праведный, благодаря праведности и святости Иисуса Христа. И то же самое Иисус представляет Бога человеку. Мы смотрим на Иисуса и видим Бога, и общаемся с Богом. Вот в чем роль посредничества Иисуса Христа. Во Иисусе обратите внимание, человек обретает божественную природу. Вот это та тайна, которую я лично до конца постичь пока не могу. Но Писание нам говорит, что когда мы были до Христа, мы были земные, перстные сказано, в Адаме, носили образ Адама, были привязаны к земле. Но здесь не просто произошло возвращение святости Адама. Иисус назван новым Адамом, но Он не просто чистоту человеческую нам принес. Он принес в нашу жизнь божественную природу, которой не было у Адама. Да, Бог вдохнул в него дыхание жизни. Но Писание говорит, Адам был от земли. И мы носили в себе образ земного. А теперь Иисус второй Адам, мы носим в себе образ небесного. И что это означает для нас? Как я понимаю священное Писание, это означает только одно. Мы Боги. А вы подумайте над этим. Иисус прямо сказал, вы Боги. Есть ли в нас та же самая природа, что у Бога? Кто мы с вами? Но это на самом деле, я могу сказать, эту тайну пока трудно нам постичь. И поэтому в Новом Завете сказано, что мы теперь дети Божьи и еще не знаем, кем станем, когда откроется все. Но некие намеки Господь нам уже дал. Он сказал, у вас теперь божественная природа. И посмотрите, я вам скажу, что апостол Павел очень ясно сказал, мы можем сеять в плоть, можем сеять в дух. То есть мы можем себе расширять божественное присутствие, позволять божественной природе все больше и больше наполнять нас и поглощать нас. Но можем, у нас есть свобода выбора, обратиться к плотской жизни. И таким образом часть божественной у нас останется, потому что мы же дети Божьи, но все больше нашу жизнь будет наполнять плотское. то, что на самом деле подлежит уничтожению, тлению, как Писание говорит. И апостол Павел, как добрый служитель, советует нам больше думать о горнем, нежели о земном. Больше советует сеять в дух, чтобы от духа пожать жизнь вечную и меньше сеять в плоти. Знаете, буквально недавно мне Бог дал такое откровение. Он сказал, я столько людям хочу показать, столько хочу открыть. Я говорю, а что мешает? Говорит, им не интересно. Они не спрашивают меня, они не ищут. В Иисусе сокрыты все сокровища, премудрости, ведения и очень многое, что Бог хочет даже сейчас во время твоей земной жизни тебе открытие дать. Очень многое. Проблема в том, что чаще мы озабочены какими-то повседневными делами. Нам не интересно то, что Бог хочет нам дать. Мы не спрашиваем его. Точно так же, как я знаю, если сын чем-то живо интересуется, я ему дам все, что я знаю. Расскажу ему обо всем, что у меня на сердце, обо всем своем опыте, который я достиг. А если он скажет «Папаня», он так не говорит мне, я знаю, говорят, «Папаня, ты уже предок старый, нашу молодежь ты не понимаешь, у нас тут свои приколы, свои дела, своя тусовка, нам интересны друг с другом, то, что ты мне скажешь, мне не интересно». Но у него богатый жизненный опыт, может быть много откровений от Бога, и он из-за того, что ребенок не интересуется, он ничего ему не может дать, хотя у него может быть богатый внутренний мир. И вот точно так же Господь Иисус сказал на проповеди замечательные слова «Ищущие находят, стучащие отворят». А в другом месте сказано, обогатящихся Бог отпускает ни с чем. То есть, если ты всем доволен, если у тебя все есть, если ты уже встал в какую-то колею и по ней катаешься каждый день и говоришь, мне все устраивает, больше ничего не надо, то так и будешь кататься. Но Бог может тебя поднять на новый уровень, если ты захочешь этого. И вот, исходя из того, что мы с вами увидели, других посредников между Богом и людьми нет. Много мыслей существует о том, что какие-то обходные пути существуют, кто-то может каким-то образом вот эту стену преодолеть без Иисуса Христа, может быть, какими-то добрыми делами, мудрыми высказываниями, правильной жизнью. Но дело это не в делах, не в высказываниях и не в жизни, а в том, что все согрешили и лишены славы Божьей. И никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. Вот в чем истина-то евангельская состоит. Поэтому можно сколько угодно человеческих учений давать и говорить, ой, да там можно как-то спастись иначе. Да нельзя никак иначе спастись, если мы верим в Писание. Если мы верим, что можно иначе спастись, значит и Писание нам не нужно, и Иисус нам не нужен. Спасемся как-нибудь по-другому. Но нет, Иисус сказал, я есть дверь, кто мной войдет, тот спасется. Нету. Нельзя через забор перелезть к Богу. Непреодолимостенно. И только Иисус разорвал для нас эту завесу. Только Иисус. И вот в этом и заключается тот урок, который Господь нам дал в Ветхом Завете служение первосвященника. Только первосвященник мог получить искупление. Никто другой. Ни один человек. Были люди, которые говорили, мы тоже хотим быть священниками. Помните, что с ними произошло? Провалились под землю. Другие чуждый огонь принесли. Сгорели все. То есть по-другому нельзя никак. Только так, как Бог сам придумал. Я много могу говорить еще на эту тему, но я ограничился сегодня для того, чтобы донести для вас вот эту для меня самую важную истину во всем Писании. Можно много о чем говорить, много вещей интересных и хороших разбирать, но если нет этого, это все просто какая-то религия, очередное вероучение и так далее. Вот это христианство, вот это сама суть Евангелия, то, ради чего Иисус пришел. Давайте мы встанем, будем молиться. Может, кто-нибудь подыграет на инструменте? Есть у нас музыканты? Спасибо. Господь, мы благодарим Тебя за тот путь, который Ты придумал для нашего спасения. Благодарим Тебя за этот великий замысел. Мы знаем, что Иисус это агнец, закланный от сотворения мира, потому что Ты задумал, Господь, чтобы падшее человечество привести к себе. В Иисусе Ты явил нам свою любовь, свою заботу о нас, о падших людях, о погибающих людях. Ты так возлюбил этот мир, что отдал своего сына, чтобы всякий, кто поверит в него, был спасен. Ты сделал Евангелие силой Божией ко спасению всякого верующего. И мы благодарны Тебе, Господь, что Ты открылся нам через Евангелие, через Священное Писание, открыл нам путь спасения, открыл нам Иисуса Христа, нашего Господа, нашего Спасителя. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты разрушил преграду, которая была между нами, разорвал эту завесу. И что путь в Твое присутствие во Святое и Святых теперь открыт. Я прошу, Господь, каждому из нас дай дерзновение, дай смелость в любой жизненной ситуации, в любой проблеме приходить к Тебе, потому что Ты всегда готов принять нас во Христе Иисусе, потому что наши имена написаны на небесах, Господь, пускай никакая дьявольская ложь не отлучит нас от Тебя, Ты со Своей стороны всегда верен и всегда предан нам, потому что завет это договор заключенный навсегда. Господь, дай нам это понимать со Своей стороны, быть чуткими к Твоему голосу. если Дух обличает нас не противиться, не упорствовать, а с покаянием приходить к Тебе, чтобы вновь получить прощение, чтобы вновь получить очищение и ходить во свете, дай каждому из нас ходить во свете, Господь, как Ты призвал нас, дай каждому из нас стремиться больше к небесному, чем к земному. Да, мы ведем эту земную жизнь, и нам много надо вкладывать туда сил, усилий, внимания, но пускай это никогда эти повседневные дела не затмят то самое главное, то откровение, которое Ты поместил в наши сердца, что Ты ждешь нас, ждешь нас, когда мы придем к Тебе с молитвой, когда мы откроем свое сердце для того, чтобы излить его перед Тобою. Господь, дай нам ходить перед Тобой так, чтобы ничего не утаивать от Тебя, быть искренним перед Тобою в каждый день нашей жизни, не только тогда, когда у нас все хорошо, но и когда все идет не так. Приходи к Тебе изливать твое сердце, потому что Ты наш Небесный Отец способный поддержать, утешить, дать благодать, и Ты не только способен это делать, Ты желаешь это делать. И, Господь, Ты желаешь каждому из нас дать гораздо больше того, о чем мы помышляем, гораздо больше того, что в нашем сердце. Ты готов нам дать очень многое. Ты лишь призываешь нас, воззовите ко мне, ищите лица моего, ищите меня, и я явлюсь вам, и я открою вам великое, недоступное, то, чего вы не знали, покажу вам сокровище премудрости и ведения. Господь, пускай эта жажда к познанию Тебя, познание путей Твоих никогда не иссякнет в нашем сердце. Господь, пускай так будет, пускай никакие сорняки бытовых проблем не заглушат этот чистый голос, который льется в наше сердце с небес. Не дай нам это позволить, чтобы это произошло в нашей жизни. Господь, аллилуйя, и вы знаете, Иисус назван Агнцем, закланным от создания мира. Это означает только одно, что когда Бог создавал этот мир и безгрешных Адама и Еву, Он все знал наперед. Он знал наперед все, что произойдет, что Адам и Ева согрешат, что все человечество погрузится во тьму. И Он с самого начала придумал путь спасения. Дать израильскому народу Ветхий Завет, дать служение первого священника, дать образы, а потом воплотить эти образы во Христе Иисус и открыть этот путь спасения. Иисус Агнец заклан от создания мира. Господь, мы благодарим Тебя за Иисуса, за Твоего Агнца. Ты видел нас, когда творил эту землю, когда творил Адама и Еву. И Ты видел нас во Христе Иисусе. И мы благодарим Тебя за этот замысел для нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу за это великое деяние, которое Он совершил для нас. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе и хвала. Слава Тебе, Иисусе. С Bothan. Продолжение следует...